Девы, доброго вам времени суток, меня зовут Ева Лехцер и я рада вас приветствовать на своем канале. В данном видео снимаю для вас ваш Таро прогноз на май 2021 года. Работать буду сегодня с колдовским Таро под редакцией Эллен Дуган. Колода всем вам хорошо известная, мною любимая. Для тех, кто впервые на моем канале, обозначу, как мы с вами будем устраивать работу. Я буду смотреть общие энергии месяца, а также событийный ряд, который наиболее вероятно отыграется в сфере работы, финансов, здоровья, личной жизни. Плюс мы запросим у карт советы и рекомендации, как вам провести наиболее благоприятно и продуктивно данный период. Хочу сделать небольшое лирическое отступление, такой вот маленький акцент. Ребят, знак зодиака у вас у всех один, асценденты у всех разные. У вас могут события отыгрываться, например, один месяц по солнцу, два месяца по асценденту или наоборот. Или всегда отыгрываться по солнцу, или всегда отыгрываться по асценденту. Посмотрите месяц-два, сопоставьте, какой для вас знак более созвучен, по какому знаку у вас в большей степени отыгрываются прогнозы. И тогда вы сможете корректировать свои события в благоприятном для вас русле. Итак, начинаем с вами смотреть. Настраивайтесь, пожалуйста, на расклад. Общая энергия месяца. Что вас ожидает в плане работы? Что ожидает по финансам? Вопросы здоровья, личной жизни и совет от карт. Итак, общая энергия месяца. Мак. Контроль, дипломатия, лидерство, знания. Это в первую очередь курировать какие-то либо процессы, это делегировать какие-то задачи, но тем не менее вы хозяин положения. Потому что маг это человек, который знает, чего он хочет, как он хочет и от кого он хочет. Вот по сути, вот с таким посылом, с такой энергетикой вы будете входить в этот месяц. То есть, это задача добиться каких-то целей, каких-то результатов. Это желание показать какой-то потенциал. Потому что маг, тут энергия кипит, бурлит и она требует выхода. Понятное дело, что она может у вас отозваться в любой сфере жизни. Сейчас посмотрим, какой именно. Но в большей степени это контрольная ситуация, либо в коллективе, либо в отношениях. Как показывают арканы, вы здесь четко проявите хозяином или хозяйкой положение. Но никто не сможет устоять перед вами. Ну а теперь давайте смотреть более глубоко и детально по каждой сфере. Итак, работа. Что вас ожидает здесь? По умеренности комфорт. И вместе с тем, как бы это банально не прозвучало, ситуация без изменений. Смотрите, если вы в статусе неработающего человека, как вариант, вы сейчас в декрете, либо вы неработающий пенсионер, и по ряду причин вы не можете, либо не хотите работать, все останется без изменений. Но самое главное, что ситуация вас будет устраивать. У вас либо своя однокопленная финансовая подушка, которая вам позволяет держаться на плаву, либо будет какая-то поддержка со стороны ваших близких. Но дно колоды, смотрю, по шпинтакле, это, как правило, дети, либо какие-то пособия на детей. Но тем не менее, вас в рамках мая месяца все устраивает. Все комфортно, все ровно. И если вы в статусе соискателя, то здесь это, в первую очередь, душевный комфорт. Это могут быть какие-то стажировки, курсы для того, чтобы устроиться на какую-то работу. Но самого трудоустройства по этому аркану еще нет. Если же вы являетесь наемным сотрудником, аналогичная ситуация. Работа ровная, степенная. Ни повышений, ни увольнений, ни взлетов, ни падений. Нет здесь, к сожалению, повышения заработной платы, но и каких-то штрафных санкций и убавок здесь тоже нет. Если смотреть ситуацию для тех, у кого свой собственный бизнес, опять ровное течение событий, лаконичная работа, все работает как налаженный механизм. То есть четко, ровно, без изменений. Если мы посмотрим с вами финансовую сторону вопроса, четверка мечей. Четверка мечей, как правило, говорит о том, что ничего не меняется. Более того, по четверке мечей иногда бывает застой. Давайте посмотрим, почему. Что у нас здесь такое? Четверка мечей, королева мечей. Здесь в большей степени, смотрите, какая ситуация. Это могут быть как траты на врача, соответственно, видите, отток финансов, так это могут быть траты на органы законодательной, административной власти. То есть выплаты штрафных санкций, это закрыть финансовые обязательства, то есть, допустим, кредиты и так далее, какие-то выплаты. Либо это траты на юристов, адвокатов. То есть здесь ситуация, которая потребует от вас значительных вложений. Может быть, даже против вашей воли вы этого не хотели, но так будут складываться обстоятельства. Соответственно, деньги есть, но расходы превышают доходы. И новых источников дохода здесь нет. Вы прибыли нет. Если смотреть вопрос о здоровье, хороший такой орган, четверка пентаклей, это попытки сохранить стабильность текущего положения вещей. Здесь акцент на укрепление состояния здоровья. Здесь у некоторых будет проработка хронических заболеваний. То есть можете пора и повторное лечение, как медикаментозное, так и нетрадиционное. У каждого по-разному. Но здесь желание себя стабилизировать, от чего-то уйти. Даже если вы, не дай бог, у кого-то какие-то серьезные заболевания, здесь они на этот момент, знаете, как такая стадия ремиссии. Как будет протекать ситуация дальше, покажет время. Но, во всяком случае, май подарит вам какую-то вот точку покоя, точку комфортно, видите, стабильно. Видите, вот как ситуация не меняется. Вот застыла на ровном месте, пока вот нет течения движения дальше. Хорошо это или плохо, скажем так, судите вам, но тем не менее, состояние здоровья здесь не вызывает каких-то переживаний, каких-то волнений. Стабильное, как эмоциональное, так и физическое. Вопросы личной жизни. А вот здесь уже интереснее. Шестерка мечей, карта, которая указывает на перемены. Какого формата эти перемены будут для вас, сейчас проясним. Итак, для тех, кто у нас на текущий момент свободен. Как для вас будет отыгрываться ситуация? У вас знакомство на расстоянии, либо знакомство в поездке. Яркое, харизматичное, такое импульсивное. Тут вы будете крайне кем-то воодушевлены и увлечены. Для тех же, у кого вопрос любовных треугольников, то вот здесь придется делать знаковый выбор. От кого-то к кому-то уходить. Почему уходить? Потому что лодка у вас пустая. Это как уплыть к другим берегам. Все, вот делайте выбор. Уйти или остаться. И однозначно, вот шестерка жезлов, это знаете, как уйти с высоко поднятой головой. И вы будете понимать, что выбор, который вы сделаете, будет для вас верным. Значивым, значимым, знаковым, но верным. Самое главное. Для тех, у кого стабильные связи. Шестерка мечей дурак. Новый цикл, новый этап жизни, новые начинания. Если встречались, желание съехаться. Если сожительствовали, желание, как обрести новый этап, это в первую очередь перевести отношения на новый уровень. Это может даже поспособствовать появление ребенка. То есть желание расписаться, узаконить взаимоотношения. Если вы уже в браке, это может быть совместная поездка, путешествие, смена места жительства и также неожиданное незапланирование появления ребенка, которое отразится на вашей ситуации. Но тем не менее, перемены вы здесь воспримите позитивно. Это перемены, которые вас ведут к новым возможностям. Отшельник здесь указывает на то, что вам нужно будет время со всем этим свыкнуться, обдумать, взвесить все за и против, потому что вы не будете готовы к какому-то повороту вещей. Но понимаете, что это неизбежно и для вас необходимо в целом. Если мы с вами посмотрим совет, на совет у вас падает король жезлов. Карта активности, активные действия, импульсивности, то есть не откладывать что-либо в долгий ящик, за все убраться и доделывать все до конца, доводить начатое до конца. Карта общения, проявление инициативы. Здесь, безусловно, если вам необходима чья-то помощь или поддержка, в частности, как мы видим, здесь у нас падает король жезлов, мужчина активный, на лидерских позициях, представитель огненной стихии, овен лев или стрелец. То есть, если у вас назревает проблема в каком-то вопросе, вы можете к таковому человеку обратиться за помощью, за советом, за поддержкой, то есть человек вас направит. Ну и в целом, это карта, которая говорит о том, что пора двигаться дальше, пора завершать какие-то этапы. Вам не в обиду, а свойственна ситуация, когда вы длительный период все взвешиваете, чтобы принять какое-то решение. То вот в мае месяце нужно быть более быстрым, более активным, для того, чтобы не упустить каких-то возможностей, не упустить свой шанс. Карта лидерства. Проявляйте быстрые, активные позиции. Например, ну и серии. Подвернулась вам путевка, вы думаете, блин, доехать, да не ехать. Я планировала купить то. Вот сразу четко там из серии в течение получаса приняли решение там. Да, нет, все. Никаких вот этих вот колебаний, взвешиваний. Вот в мае нужно управлять несколько иных ваши лидерские качества. Они у вас есть, они вам присущи. Самое главное, не забивать их в дальний угол. Если посмотрим в целом, месяц не такой уже знаковый, потому что здесь просто как вот проявить активность. Это у нас характеристика месяца. Но старших арканов во всех сферах, кроме работы, нет. И то он, знаете, следит просто такое спокойное, ровное течение событий. Нет перемен. Поэтому месяц легкий, месяц проходящий. Может даже как бы больше говорить об отдыхе. Вы можете быть в отпуске, можете восстанавливаться. Не несущий каких-то знаковых перемен, но как подготовка, как трамплин к переменам, которые вас будут ожидать в июне. В любом случае, мы для вас перекроем все негативные аспекты только позитивными картами, чтобы для вас отыгрались только позитивные нюансы. Вы же впоследствии напишите мне, пожалуйста, как для вас отыграется этот месяц, насколько он с вами будет созвучен. Я буду ждать от вас обратной связи. Для тех же, кого интересует индивидуальное обучение по картам, второй либо вопрос индивидуальных консультаций, то ссылки на мои контакты вы сможете найти под этим видео. Оставляйте свои текстовые или голосовые сообщения на Viber или WhatsApp. Я или мой админ Анастасия с удовольствием ответим на ваши вопросы. Шикарного вам месяца! Я с вами не прощаюсь и до новых встреч!